В сегодняшнем выпуске Дети войны мы расскажем о 86-летней Зинаиде Трубициной в девичестве Седых. Отца женщины в 40-е годы забрали на фронт и там он участвовал на Курской дуге. Василий Седых погиб в этом сражении, оставив после себя героическую память. Меня зовут Динаида Васильевна Трубицина. Родилась я в 30-м году, мне 86-й год. Папа был Седых Василий Сергеевич и я была Седых Динаидой Васильевной. Нас было четверо, его забрали в 42-м и в 43-м, когда уже наши погнали на Курской дуге немцев, это было 5 августа. И вот тут написано, что он погиб 5 августа. И похоронен в селе Среднедорожной Курской области. Нам прислали даже это, что погиб геройский, но я не знаю, мне было там мало еще лет. В военное время всегда сопровождают лишения и невзгоды. Не обошли они стороной и Зинаиду Трубицину. В детстве женщине пришлось побираться, спать в тесноте в холодном доме и голодать. Во время войны мы эвакуировались. Дедушка нас вывел, мы сидели в песчаном лагу. Мы не были у немцев, а дедушка нас всех вывел туда. А дядя работал в госпитале, нашел нас в песчаном лагу и вывели. Спали на одной кровати, вот нас было четверо. И мама, и дедушка с нами был, вот 6 человек нас было. Младшая сестра и я ходили, побирались, ну что там они нам, хлебы подавали, тыквы там и все такое. Когда закончилась Великая Отечественная война, Зинаида Трубицина окончила с отличием техникум. Она работала заведующей хлебного магазина 37 лет. Верховный совет СССР наградил Зинаиду Васильевну званием ветеран труда. Я окончила техникум, вот где-то у меня диплом там одни пятерки. Я стала работать заведующей хлебного магазина и проработала 37 лет. Да, 37 лет всего. Я награждена вот от президиума Верховного совета, вот я награждена. В современных условиях пенсионерке живется очень тяжело. Зинаида Трубицина тратит на лекарство по полторы тысячи рублей за один поход в аптеку. Болезни у 86-летней женщины, к сожалению, сейчас целый букет. А дорого таблетки вам обходят? Ну вот за полторы тысячи выписала. Вот я пью, а сколько раз выписываюсь по полторы тысячи? Почтальонка принесла мне пенсию. И значит она говорит, Зинаида Васильевна, а почему вам ничего нет? Говорит, а кому 9 тысяч, кому 3 тысячи дали единовременно. А вам, говорит, ничего нет. Те, которые могут ходить и добиваться. А я говорю, а вот видите у меня какие ходунки стоят. Я ногу сломала, шейку бедра сломала. У меня онкология кишечника толстого, выведен кишечник. У меня давление высокое. А я говорю, вот видите, отец погиб на Курской дуге, нас четверо осталось и дом сгорел. Я говорю, а никакого внимания вот таким людям, которые лежат, забыты и заброшены. Вот я так сказала. Выход из сложившейся ситуации Зинаида Трубицына видит в законодательной инициативе партии «Справедливая Россия» о детях войны. Государство, по словам пенсионерки, не должно забывать о своих стариках, переживших однажды непростое время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова